Добрый день, дорогие друзья! В многочисленных фильмах мы говорим о колоссальном значении контакта между глазным врачом и терапевтом, если речь идет о лечении взрослого населения, или педиатром, если речь идет о ребенке. Актуально это? Да, конечно. К сожалению, очень часто глазной врач принимает пациента и не интересуется, какая у него общая проблема, какое у него артериальное давление, какие у него вообще болячки, где поломки, если можно так выразиться языком технаря в его организме, где поломалось. Неужели только в глазу? Оказывается, на самом деле это нет, все взаимосвязано, глаз не изолирован. Исходя из этого, необходим обязательно контакт, причем теснейший контакт офтальмолога с терапевтом. Если касается детей, очень часто практика показывает, что глазные врачи выписывают ребенку лекарства, сами не консультируя с педиатром. Много лет тому назад существовала такая страна, как Советский Союз. И тогда была в Советском Союзе выпущена методическая разработка учеными Советского Союза, где четко сказано, что медицинские лекарства, препараты могут выписаться общего назначения, могут выписаться только в том случае и после консультации обязательно педиатра. Только в том случае офтальмолог имеет право их выписать после консультации с педиатром. Однако эту методичку быстренько спрятали в стол. И на протяжении десятилетий никто туда не заглядывает. И поэтому глазной врач делает умный вид часто и выписывает целую кучу лекарств, которые касаются всего организма. Таким образом, это уже есть врачебная ошибка. То же самое касается и терапевта, который назначил что-то, а офтальмолог не знает. Каково артериальное давление и так далее. Поэтому здесь необходим обязательно контакт. Терапевты бывают бестолковые, к сожалению. Бывают полутолковые и толковые. То есть я хотел бы, чтобы вам повезло контактировать только с толковым терапевтом. Это касается не только терапевта. Это касается любого врача. Врач обязан быть грамотным. Если речь идет о глазных заболеваниях, помните, мы как-то упомянули роль соединительной ткани при прогрессирующей близорукости, при дегенерациях сетчатки, при нарушениях кровообращения. Кровь это и есть соединительная ткань. Соединительная ткань это и есть надкосница. Это связки, это все соединительная ткань. А в каком она состоянии? Прочина ли она? Нет ли там сбоя? Мы говорили с вами о необходимости исследования на микроэлементы с помощью волоса. Так надо это делать. Надо как в каждом враче, в каждом кабинете врач обязан это принимать во внимание перед тем, как выписывать какое-то лекарство. Таким образом, общие правила должны включать консультация и лечение офтальмологом в сочетании с терапевтом и педиатром. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова